2024 год объявлен в России годом семьи. Семья, взаимоотношения отцов и детей, братьев и сестер, мужей и жен – эти темы всегда были в числе самых значимых, и сегодня они не теряют своей актуальности. Библиотека номер 18 Северного округа предлагает познакомиться с обзором книг «Семейные саги». «Семейные саги» отправляют нас в неторопливое и насыщенное путешествие в чужую жизнь. На страницах таких романов целую эпоху показывают глазами нескольких поколений одной семьи. Сага о форсайтах Джона Галсуорси, поющие в терновнике Коллин Маккалоу, «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса – это классические примеры жанра. Классика мировой литературы всегда своевременна и современна, однако сегодня в литературном мире существует целая плеяда писателей, вполне способных соперничать с великими литераторами прошлого. Их произведения позволяют насладиться превосходным языком и одновременно заставляют задуматься о смысле жизни. Современные писатели тоже не обходят стороной жанр семейной саги, предлагая повествование о течении времени внутри одной семьи. Людмила Улицкая назвала «Лестницу Якова» романом-притчей. В нем вместилась столетняя история одной семьи, которая начинается с Якова Осетского и заканчивается его праправнуком, тоже Яковом. В основе романа реальная история семьи Людмилы Улицкой, слегка сглаженная и художественно дополненная. Да и решение о создании книги пришло к писательнице после прочтения переписки ее дедушки и бабушки. «Лестница Якова» — это повествование о жизни семьи, целая семейная хроника. В конце книги даже есть семейное древо, чтобы вы могли ориентироваться. Чтобы погрузиться в атмосферу книги, я приведу одну цитату. «Странное сильное чувство. Она, Нора, одна-единственная Нора, плывет по реке, а позади нее расширяющимся веером ее предки — три поколения лиц, запечатленных на карточках, с известными именами. А за ними, в глубине этих вод, бесконечная череда безымянных предков — мужчины и женщины, выбирающие друг друга по любви, по страсти, по расчету. По велению родителей, производящие и сберегающие потомство, и их великое множество, они заселяют всю землю, берега всех рек, плодятся и размножаются, чтобы произвести ее, Нору. А она — своего единственного мальчика Юрика, а он — еще одного маленького мальчика Якова. И выходит бесконечная история, смысл которой так трудно уловить, хотя он явно бьется какой-то тонкой ниточкой. Все труды поколений, все игры случайностей ради только того, чтобы родился новенький ребенок Яков и вписался бы в этот бесконечно бессмысленный поток. Тысячи лет играется этот спектакль с незначительными, в общем-то, вариациями. Рождение, жизнь, смерть. Рождение, жизнь, смерть. И почему все еще интересно и увлекательно плыть по этой реке, наблюдая смену пейзажа? Не от того ли, что придуман хитрый пузырек, тончайшая оболочка, которая замыкает в ограниченных пределах каждое живое существо, каждое Я, плывущее по реке, пока не лопнет с глухим стоном и не вылится обратно в бесконечную воду? Эти ветхие, чудом сохранившиеся письма, и есть бессмертное содержание этого Я — след существования. Читая эту книгу, невольно соглашаешься с автором, так тебе созвучны ее мысли. Когда всю жизнь живешь в одном городе, он наполняется точками памяти, как будто в каждой подворотне на каждом углу прибито гвоздиком нестираемое воспоминание. И ведь это действительно так. В этой книге вы повстречаете множество героев и множество прекрасных историй, превосходно переплетенных между собой. Кто же здесь главный герой? Яков? Маруся? Генрих? Юрик? Нет. Людмиле Улицкой удалось сделать так, что каждый герой найдет место в сердце читателя. Возможно, при прочтении у вас будут свои главные герои, но все они будут связаны одной ниточкой и, по сути, будут являть одно общее. Самое главное достоинство саги «Русская канарейка» Дины Рубиной в ее кинематографичности. Читатель не пробегает глазами строки, а будто проживает вековую историю семьи, становясь ее частью. И, пропустив через себя расставания, встречи и потери героев русской канарейки, сам начинает относиться к жизни по-другому. «Русская канарейка» — это не просто семейная сага, а даже двухсемейная, потому что подробные «Стежок за стежком», «Шажок за шажком», истории буйного одесского дома Эттингера и замкнутой семьи любителей канареек из Алма-Аты ведут навстречу друг другу двоих — Леона Эттингера и Айю. Они настолько разные, насколько возможно себе это представить. Эттингеры — состоятельное музыкальное семейство, чей патриарх еще до революции играл в военном оркестре. Последующие поколения — талантливые музыканты, преподаватели музыки и даже один чекист с уклоном в разведку дали, наконец, миру Леона. Редчайший голос, непотерянный среди детского хора, вовремя увиденный и выпистыванный, не сломавшийся в подростковом возрасте. Мировая знаменитость, концерты по всему миру, прекрасные отзывы критиков и прессы, отмечающих его потрясающую артистичность. А девочка Ая родилась несчастной. Любовь тихого и замкнутого папы, Ильи к ее маме, прекрасной скрипачке Гули была смыслом и сутью его жизни. Получается, что в его жизни недолго был смысл. Гуля умерла при родах, и ребенок какое-то время был вроде как никому не нужен. Победив себе отторжение, папа впадает в другую крайность, безоглядной и безжалостной родительской любви. И тут выясняется, что девочка глухая, почти совсем. Слышит басовый регистр, и все. Правда, она очень рано научилась читать по губам, и вообще была умненьким ребенком. А потом случайно нажала кнопку фотоаппарата из озорства. Дар фотохудожника тоже оказался замеченным и получил свое развитие. А еще у девочки оказался абсолютный бродяжий дух и вовремя подвернувшаяся в виде случайного родственника возможность уехать в Лондон. И вот через много лет на полудиком побережье в Таиланде Ая снимает незнакомого серфера, который, она читает по губам, поет, взлетая над волной, стаканчики и граненые. Эту песню пели лучшие канарейки ее отца, обученного дядей по прозвищу Зверолов. Занавес. Конец первого действия. Если вы думаете, что миг чудесной встречи станет тем мигом, после которого, как пишут в сказках, жили они долго и счастливо, то вы ошибаетесь. Это будет столкновение неба и земли. И что дальше, тому нет четкого названия. Оба большие, талантливые упрямцы с Божьей искрой. У каждого из них за плечами жизнь, наполненная всем, чем можно, разочарованиями, страданиями, надеждами и теми воспоминаниями из детства, которыми человек питается, особенно, когда ему плохо. А если серьезно, книги Робины можно только пересказывать подробно, желательно близко к тексту, потому что это такая красотища, такое владение языком, что простые слова для описания вообще не подходят. Елена Арсеньева советская и российская писательница, филолог, сценарист, член Союза писателей с 1989 года. Автор более 50 любовно-авантюрных, исторических и криминальных романов. Она считается родоначальником уникального жанра российского дамского романа, но также написала семейную сагу «Последнее лето». Автор считает, что история – это никакие не события, это судьбы, судьбы людей и их семей, и только потом страны. И вообще отношения между государствами это всего-навсего декорации, на фоне которых разворачивается великое действо жизни. Беда только в том, что иногда декорации падают и погребают под собой актеров. Вот, скажем, живет себе в России семья. Каждый день у них горе, счастье, страх, радость, обиды. Всякая мелочь кажется судьбоносной. И вдруг однажды июльским днем 1914 года обрушивается на них декорация под названием «Первая мировая война». И все, разлетелись в прах мечты. Итак, начало XX века. Тихий город Энск на Волге. В главного героя Константина Русанова влюбляются три сестры – Эвелина, Олимпиада и Лидия. Он женился на Эвелине и не раз пожалел о своем выборе. Взбалмошная эгоистичная Эвелина никогда не была хорошей женой и матерью, а потом и вовсе сбежала с каким-то французом. Дети уверены, что мать умерла. Правду знает Олимпиада, но она будет молчать. И вдруг в городке появляется третья сестра Лидия. И Константин Русанов понимает, что его благополучие может рассыпаться как карточный домик. Лидии известно то, что не должно стать известно ни одному живому человеку. Да, страсти кипят, а на пороге август 1914 года. Впереди еще столько событий. Вы обязательно проникнетесь этим страшным временем, когда человеческими судьбами играли, когда жизнь не стоила ничего, убивали, обманывали, предавали. Во второй книге «Осень на краю» звучат первые выстрелы Первой мировой войны. Страну накрыли соляные и сахарные бунты, обезумевшие толпы людей со звериным оскалом перед самосудом не останавливались. На фронтах войны неповиновение низших чинов старшим приняло повальный характер. Дезертирство становилось нормой, а впереди надвигалось что-то непонятное, пугающее своей неизвестностью и беспросветной чернотой. Русановым кажется, что их совсем не касается происходящее вокруг. Саша Русанова не оставляет надежды завоевать сердце актера Игоря Вознесенского. Тетушка Олимпиада по-прежнему смешно и трогательно пытается обратить на себя внимание Константина, а он, в свою очередь, продолжает велотекущий роман с Кларой, но катастрофа неизбежна. Это чувствуют все герои книги. Каждый найдет в этой книге героя себе по душе и будет с трепетом следить за его судьбой. Вторая книга семейной саги закончилась с 1917 годом, а впереди уже маячил 1937-й. Об этом времени расскажет третья книга «Зима в раю». В голодном, разграбленном большевиками волжском городе по-прежнему живет Сашенька Русанова с отцом и дочерью, а в благополучной в блистающем огнями французской столице поселился ее муж Дмитрий. У него новая семья, дочь. Прежняя жизнь вспоминается Саше как прекрасный сон, где все были счастливы и беззаботны. И вот пришло время, когда в теории сын за отца не отвечает, а в действительности кто-то из прошлого времени пытался приноровиться к времени настоящему. Кто-то поверил в идею светлого будущего искренне, и ему просто верилось, что если в раз уничтожить все прошлое, наступит это самое светлое будущее. Кто-то пытался спасти своих близких от лагерей ценой собственной жизни, а кто-то, потеряв всякое представление о нравственности, жил, не заботясь о порядочности своих поступков. Четвертая книга «Несбывшаяся весна» отправляет нас в 41-й год. К порогу каждого дома пришла беда – война. Перед смертью Константин Русанов раскрывает Ольге своей внучке тайну, которую хранил всю жизнь. Где-то далеко, в Париже, живет ее бабушка, бывшая жена Константина. Теперь его обида на жену в прошлом. Главное, чтобы Ольга не осталась одна после его смерти. Но Ольга одна и не останется. Ей предстоит встреча, которая изменит ее жизнь. Оля Аксакова, как и ее мама, когда-то работает в госпитале простой санитаркой. Получить образование не удалось, ведь она дочь и племянница врагов народа. Именно в это страшное время к девушке пришла любовь – горькая, трагичная, но светлая. Кого же она полюбила? Убийцу Шурки Русанова, майора НКВД Егора Полякова. Того самого Полякова, который, помня давние обиды и мстя за смерть своего отца, не пощадил Оленого дядю, но помог Александре и ее матери остаться в живых. Одобрит ли Александра выбор дочери? Да и жива ли она сосланная в далекий сибирский лагерь? В пятой книге «Год длинной в жизнь» настает 1965 год. На таком длинном жизненном пути у наших героев было много всего. Судьба играет человеком, то приголубит, то ударит, то надежду даст, но свой крест нести придется каждому. Пять книг Елены Арсеньевой увлекательный роман о жизни нескольких поколений за столетия с начала 20-го до начала 21-го века. Семейная сага «Сибиряки» Натальи Нестеровой отправляет нас в 20-е годы самого противоречивого века российской истории. «Дочки матери, свекрови и невестки, братья и сестры, искренние чувства, бурные отношения, горячие нравы. Какие судьбы уготовило сибирякам сумбурное столетие?» Так начинается сага писательницы Натальи Нестеровой «Сибиряки», жребий праведных грешниц о нескольких поколениях одной большой семьи Медведевых. С одной стороны сельсовет, советская власть, с другой общество, строго соблюдающее устои отцов и дедов. Большая семья Анфисы подстать безумному духу времени. Хозяйке важны достаток и статус, чтобы дом полная чаша, всем на зависть, а любимый сын представитель власти, у него другие ценности. Анфисина железная рука едва успевает наводить порядок, однако новость, что Степан сам выбрал себе невесту, да еще и доходягу шклявую, голытьбу беспросветную, для матери как нож по сердцу, то ли еще будет. Во второй книге «Стань огнем» Медведевы покидают родной дом, помнящие счастливые дни и хранящие страшные тайны, теперь у каждого своя дорога. Книга третья «Возвращение» описывает блокаду Ленинграда. Семью Медведевых ждут тяжелейшие жизненные испытания, череда обретений и утрат. Им предстоит познать беспредельную силу духа, хлебнуть немало горя. Эта книга о силе и слабости человеческой, о самопожертвовании и женской любви, которая встает как проклятие или благословение, разрывает связи с близкими и уничтожает надежду на будущее, но помогает выстоять в войне против жестокого врага, ибо дает любящей женщине колоссальную силу. «Наследники» четвертая, завершающая часть масштабного исторического повествования. Здесь семь историй, логичное завершение, прослеживающее судьбу героев иногда вплоть до глубокой старости. Люди очень по-разному идут к своему счастью и свету. Кто-то через психиатрическую больницу, кто-то сразу в монастырь. Но встречаются все на своей ленинградской даче и, кажется, уже сами не помнят, кто из них какого происхождения. Апофеозом повествования является свадьба внучки Нюрани и внука Нюрани в уважении состоявшегося мужа Максима Майданцева, собравшая всех многочисленных родственников и друзей в количестве 97 человек. И тост Марфы. Только б не было войны. «Жребий праведных грешниц» — потрясающая семейная сага. История поколений на протяжении практически ста лет. Это страшные времена в истории нашей страны. Главные герои проходят через революцию, гражданскую войну, раскулачивания, репрессии, Вторую мировую войну, блокаду Ленинграда. Семья Медведевых держится на замечательных, стойких, волевых женщинах. Сначала на Анфисе Ивановне, позже на Марфе. Именно благодаря женщинам семья крепка и невзгоды переносится легче. Они несут на себе быт, объединяют поколения. Все герои книги живые, настоящие, со своими отрицательными и положительными характерами. Мы предлагаем вам также открыть для себя семейные саги книги дают возможность подглядеть чужую семейную жизнь и благодаря этому наверняка понять кое-что про свою собственную.